Вот для чего техника-то дошла. Вашу маму и там, и тут показывают. Мы сегодня собрались для чего? Для того, чтобы поговорить о книжках с выдающимся экспертом в области говорильни на всевозможные темы, Сергеем Яроляном, специалистом в области еще и IT-рекламы, но в данном случае мы говорим про литературку. О чем сегодня у нас пойдет речь? Раз мы собрались в России, а не за границей, то поговорим про российский кинематограф и по поводу философии, которую современные российские режиссеры вкладывают в это кино. Ой, скользкая, опасная тема. Начну издалека, где-то год назад с компанией у нас увольнялась пиарщица и она подарила такую книжку, говорит, тебе будет интересно почитать. А я спустя время могу сказать, что, наверное, не только мне, но и вам всем. Значит, название книги в русском варианте это «Философ для кинережиссера» Мираб Мамирдашвили и российский кинематограф. В английском варианте эта книжка называется «The Filmmaker Philosoph». И это название очень, во-первых, показывает, насколько классический английский язык более короткий, чем русский. А во-вторых, мы видим, что какой-то смысл, что люди, которые изготавливают фильмы, насколько в них там философское начало, предтеча присутствует и что они могут философски вносить. Мне очень импонирует, что книга написана исследовательницей молодой российской философской мысли современности, девушкой Алиса де Бласио. Вряд ли ее кто-то в России особо интенсивно знает. И на удивление, гордость определенная, что есть лингвистика, словистика, философия российская, которая волнует умы. Конечно, небольшие финансирования получают на Западе эти исследования, не как во времена Советского Союза, когда враг-антагонист пребывал настолько большой интерес, что вкладывали в изучение всех слоев культуры и искусства этого врага. Но хоть какие-то работы есть, и это шикарная история, потому что объем фактологического материала, который она обработала и контентом, которым она владеет, позавидуют русскоязычные исследователи, наши с тобой современники. И как раз об этом я очень впечатлен, поэтому в том числе и мы делаем обзор, потому что, во-первых, это очень актуально, близко к нашей жизни сегодня. То есть Звягинцев, Балабанов, Сакуров и Ежесними, Мамули и так далее. И при этом она находит философские корни у них. Поэтому давай начнем с простого. История очень простая. Есть философ Мираб Мурадашвили, он чуть ли в свое время даже на пост президента Грузии независимо не баллотировался уже. Типичный выходец из школы МГУ философии, но при этом не раз, так сказать, из-за своей работы его постоянно отсылали. То он в Праге читал, то в Тбилиси читал, то во ВГИКе читал непрофильные. То есть это ссылка вообще. Человек занят непрофильной деятельностью в непрофильном месте. И при этом написал цикл лекций, его работы, вот очерки о современной философии, это как раз набор его лекций, которые он во ВГИКе читал. Так как он мне давно нравится, я много что у него читал еще со времен, когда, знаешь, помнишь, в ВК постили, всякие в Ворде, книжки разные. Вот есть группа Мираба. Вообще много ресурсов Мираба посвященных. И все его творчество достаточно легко найти. И оно глубокий след оставляет. И когда он читал лекции, он, оказывается, повлиял очень много на многих режиссеров. И об этом исследование английской, казалось бы, писательницы. По поводу Мираба из Забавного, что его прогоняли, например, даже из ВГИКа тоже, что он этим кавкой нам тут всем настроение испортит. А в Тбилиси шутили, что он со своим прустом тут, конечно, нам устроит, не знаю. Но если кавка мне нравится, и мы его тоже, может, когда-нибудь рассмотрим, то вот пруст меньше нравится, поэтому странно, что просто вообще есть логика рассуждения, что кавка или пруст, то можно что-то испортить. Из интересного в ВГИКе, помимо Мираба, преподавал Гумилёв, который тоже частично такой разжалованный, непринятый к тому моменту, этнограф, то бишь сын Николая и Анны Ахматовой. Вячеслав Иванов, мы с тобой его как-то задевали. Это сын писателя Иванова из Переделкина, очень семиотик, изучает языки, лингвистику и так далее. Много примеров рассказывал, как они в детстве Переделкина давали, это со времен еще телеканала «Культура», циклы записей есть его интервью и просто лекции, где он рассказывал, что в Переделкина детям, которые не знали еще язык, они давали разные, расшифровать языки непонятные детям, потому что мозг еще свежий, еще не какими-то шаблонными схемами мысли. То есть получается целая плеяда преподавателей для режиссеров совершенно разных мыслей, и люди, получается, впитывают как губка много интенсивного контента полезного. Кто учился? Мамулял, Лунгин, Балабанов. Звягинцев не учился, но он в интервью очень часто ссылается на Мираба, и у него очень много цитат Мираба. Поэтому тоже философская нить и мысли, которые классические у Звягинцева про травму кризиса российского общества через Левиафан, Нелюбовь и так далее, там очень много сквозит Мирабовского. Вот. Соответственно, мы будем останавливаться на разных. Например, подробно рассмотрим историю на примере чеховского черного монаха и Духовичный такой режиссер, который уже тоже умер, но он очень большой вклад на ТВ в нулевые годы. Популярный был программу, сетку определял, какая будет программа передачи. Антон Духовичный, по-моему. Иван Духовичный. У него, кстати, есть сын, тоже актер, по-моему, тоже уже умер, правда, молодым. Вот. Ну, такая трагическая судьба. Но суть в том, что хотелось бы просто пробежаться по... Книга вообще шикарно построена, что, например, какая-нибудь философская мысль одна, и она находит отображение у какого-нибудь режиссера и на примере каких-нибудь его произведений. И возьмем, там, шаж вот этим галопами, да, пробежимся по более известным, там, Сокуров, Балабанов, там, Звягинцев. Я думаю, что нам всем близко знакомо и понятно. Что-то у каждого мы смотрели в том или ином объеме. Сокуров до сих пор актуален в плане, то, что Путину вступает насчет Кавказа, насчет чеченцев, роли, там, особую роль русскости, народности, что дозволено, что нет, что приемлемо, что нет. Вот одна из его ранних работ, мне, к сожалению, удалось ее найти, посмотреть. Она тоже, условно, полузапрещена была. Его первая работа вообще потерялась, запрещена. Его вторая работа, вот эта была, разжалована, называется. В 80-е годы разжалованный руководитель ГАИ в Ленинграде становится таксистом. И фильм про то, как этот таксист ездит, и вот экзистенциональный кризис водителей, экзистенциональная сумятица города, шум и железные дороги, там его какие-то короткие разговоры, монологи. И самая история, что у него прям внутрь картины инкорпорировано голос Мираба с лекцией, которую тот читал его другу Сокуровскому про декабристов. Они готовили тоже фильм какой-то, и там есть беседа Мираба. И там все построено на тему как раз сознания, неделимость сознания. У Мираба много про это, да, мы сейчас пойдем к цитатам, и как раз есть. И смотри, философ сам разжалованный, Сокуров разжалован, потому что его не дают фильм выходить и так далее. И разжалован еще и водитель. То есть идет вот такое нагнетание экзистенционального кризиса. При этом, да, то есть человек раньше был при власти, теперь он представитель обычного общества, он по ту сторону баррикад становится, он представитель власти, которая что-то делала для населения, но при этом само население не всегда было этим довольным. И сейчас он может ощутить себя. И на этом фоне много размышлений философских. И, конечно, сильные такие психоэмоциональные истории. Ну вот давай как раз посмотрим про сознание и то, о чем говорил насчет сознания Амираб. Это очень простой у него тезис, что каждый из нас должен найти способ противостоять помехам внутри нашего сознания. Суть очень простая, тезис очень простой. Наше сознание стремится к чему-то, и есть постоянные помехи. Это, не знаю, железо дорога мимо едет, машина пикает кто-то, еще что-то. Мы должны очищать, очищать постоянно от всего этой шумихи, мельтешений, чтобы наше сознание было кристальным. И выходило из него многое такое. Вот это... Это надо тай-дисуань заниматься. Там все очень хорошо очищается. Вот, поэтому первый консерн по Сокурову такой специальный вброс, скорее легкий, это по поводу фильма 80-х. Если мы пойдем к Балабанову, например, и там Балабанов плюс Мамардашвили, это вместе точно Кавка. Потому что вот что общего у Балабановой и Кавки? Конечно, это все герои Кавки, если ты процесс посмотришь, там, не знаю, замок, замок, фильм как раз тоже есть, да, в чистом виде по произведению идет один в один у Балабанова ранее из его работ. Вот замок, процесс, Грегор Замзе, это как он назывался, где в насекомое превращается. В них во всех есть герой, и этот герой условно... Ну, герой Кавки – это антигерой у Балабанова. У Балабанова все, там, типа, отбросы общества, наемники, убийцы, там, жмурки какие-нибудь, вспомни, еще что-то, они герои. Это один в один кавкианская модель повествования, да. И даже рассуждение, когда уже Балабанов умирает, его спрашивали, а что у вас, ну, типа, сейчас перерывчик сделаю, что у вас, ну, о чем жалеете? Или что не так в вашем производстве кинолент? И он говорит, в моих фильмах убили слишком много людей. И он чувствовал ответственность за это. Я не беру вообще какие-то лютые истории, типа, Груза-200, которые совсем, там, обнажают реалии, и мало кому, там, без эмоций удается такое смотреть. Но, в целом, через все творчество у него такие вот, найти героев или места съемок тоже. И про это очень подробно она рассказывает, как, причем она рассказывает как раз с позиции, как режиссер ставит постановки, и что в них передают, как философская мысль туда проскакивает, на кого отсылается Мираб в своих лекциях, когда формулируют эту философскую мысль. Поэтому это шикарно. Есть отдельные, там, не знаю, фотографии кадров, фильмов и так далее, но это меньше. Желательно, конечно, смотреть параллельные фильмы, читать первоисточники произведений и так далее. Ну, такая вот безнадежность, которая классически присутствует уже у Звягинцева, предположим, она точно присутствует про современные реалии. Да, у Балабанова тоже безнадежности много. Тут вопрос, что как раз это мысль классическая, чисто кавказская. Надежда чертуется самой безнадежности. Эта мысль очень такая сильная, фундаментальная. Если ты посмотришь тот же замок или процесс, сами книжки прочитай, то там они ничем не заканчиваются. То есть это постоянная борьба с системой, с режимом. Это продолжение Орловщины. Орловщины это продолжение, там, не знаю, Олдеста Хаксли, там, Двери восприятия, еще что-нибудь из этого. Но вот эта вся цепная реакция такая экзистенционалистская. Вообще про экзистенционализм, если так говорить, не художественно, а философски, традиционно почему-то у нас грусть, тоска, скорбь, там, потому что все со смертью связано. Но фактически, если будет возможность, сделаем обзор про то, что это, ну, не жизнерадостная, но такая очень простая. Например, у Камю, да, есть про абсурд, и про, не знаю, что до абсурда, то есть можно дойти, ну, на основе парадоксов определенных. То есть если смерть – это конец, и у экзистенционализм – это базовый пункт, да, бог умер у Нинча, и дальше у экзистенционализма – смерть, то фактически, если мы знаем, что есть смерть, то можно много чего клевого найти здесь в жизни. Например, сизифов труд, да, в холостую работать, книга Камю. Ну, в общем, очень много таких размышлений, ответвлений может быть. Экзистенционализм весь размазан, кто-то кого-то добавляет в него как философ, кого-то исключают, что он не в чистом виде экзистенционалист. Но это такое, скорее, нам куда важнее просто штрихи провести, что… Ну, они еще просто… У Сартера, например, очень разные книжки. То есть там «Тошнота» – это одно, слова – это совсем другой роман. Они даже в разной стилистике написаны. Сартер – да, мысль философская одна. Ну, я венецианский затворник, или как у него, тоже провенецианский, или купеть не помню, тоже совершенно там не имеющий отношения в чистом виде к философским таким рассуждениям. То есть он выступает и как публицист, и он как философ, он как политический деятель, он как, не знаю, социалист. И это все абсолютно разные роли личности. Да, это, кстати, очень же интересный момент, что его произведения абсолютно анти-социологи… как-то социалистические с точки зрения там Советского Союза, его печатали, потому что он там коммунизм… В этом его и обвиняют. …коммунизмом, значит, проявлял симпатией. То есть если бы такое написал советский писатель, его бы… Закрыли бы им. Просто бы, да, а его печатали. Про экзистенционализм можно еще, знаешь, какое важное отличие. Вот классически есть, вот обвиняют, что все мрачно у Звягинцева или у Балабанова есть надежда, ну такая она, типа, на очень перепадах героев, сильно плохие, сильно хорошие. Но от нигилизма все это отличает очень просто. В нигилизме как бы смысл недоступен. Ну, точнее, вот здесь смысл недоступен, он точно есть, но он недоступен. А в нигилизме он просто отсутствует. То есть там, типа, обломовщина классическая, когда ничего не делает, да. Это, ну, типа, смысл у нее до чего. А здесь смысл недоступен. То есть философски это очень глубокая история, что если мы что-то не понимаем, или кто-то вызывает у нас эмоции, но мы не понимаем, почему, откуда они идут и так далее, то это еще не означает, что здесь, ну, это бессмыслица. Скорее всего, за этой бессмыслицей что-то стоит, порог в нашем сознании, невозможность принять что-то, понять и так далее. Вот это вот все копание в философскую бездну вот такого экзистенционализма. У Сокурова еще, точнее, у Балабанова, да, еще есть вот эта история про то, что, когда его спрашивали, а в каком вы стиле снимаете? Он такой, да, это фантастический реализм. Фактически фантастический реализм в литературе это у Достоевского, и тоже это мостик. Ницше много брал у Достоевского, и, по крайней мере, был знаком, и об этом влиянии точно прослеживается. А Ницше, ну, типа, концепция «бог умер», и это отправная точка вообще всех рассуждений следующего века, нашего 20-го, где мы родились, да. Поэтому вот Абалабанов питал с философией Мирабы или в целом в своем жизненном укладе вот это все, соответственно, очень такая цепная реакция прослеживается. Вообще, вот, если сказать про то, мы начали с того, что многие преподавали, то они сформировали вот этот ментальный климат поколения. Это сенсологический такой термин, да, там 20-й он появился, но он действительно получается, от того, кто нас учит и чему учит, многие ментальные вещи закладываются, которые потом только проецируются, продуцируются, на что накладывают, обогащаются и так далее. Вот. Что бы я хотел сказать, что давай, наверное, попробуем, ну, вот этих троих более-менее популярных, понятно, мы рассмотрели, я бы хотел рассмотреть что-нибудь менее популярное, и как раз там дыховичный в этом плане является более таким для нас примером, когда мы рассмотрим именно культурный, не след человека и много, что мы о нем знаем, а скорее размотаем от обратного, я это называю. Возьмем какое-нибудь философское понятие, мирабовское, да, или просто философское, потом как мираб об этом говорит, на примере каких произведений он об этом говорит, и как потом режиссер это ставит. И попробуем вот такую игру проиграть. Значит, берем понятие, не знаю, неделимость в философии. Она очень сильно представлена, она во многих вещах скользит, мираба, да, он приводит пример, например, что неделимость, она во всем еще от канта начинает идет, что там врать во имя добра нельзя, потому что это не будет добром. Прикрываться, что типа ты по чуть-чуть, по этапам идешь добро получать, то есть сейчас чуть-чуть делаю, потом сильнее сделаю добро и так далее, тоже нельзя, потому что все неделимое и цельное. Это касается и личности, и сознания нашего, да, и, например, безумие, это составная часть, может быть, философская проблема безумия, что безумие, оно при личности присутствует, и неделимость присутствует этой личности. Нельзя, например, это относится к закону. Цель закона, он говорил, это сам закон. Цель добра, это добро. И творчество поэтому тоже неделимо, да, либо все, либо ничего, не бывает там чуть-чуть, типа я творю, а чуть-чуть я не творю. Отсюда и берется, что гений и безумие – это близкие понятия, и одно другое обогащает. Невозможно у гения заштриховать его какие-то безумные аспекты, и чтобы он продолжил оставаться гением. Он превратится в некую обыденность, да. И основной вот тезис мирабовский, да, все существует сразу, если существует. И вот если мы говорим о существовании чего-то, значит, все сразу существует. И все, что мы до этого говорили, это производные от этой вот мысли. И, конечно, тут идет вот философское понимание вот этого вопроса безумия, и посмотреть как на проблему философскую. Он предлагает на примере чеховского черного монаха. У нас, вон, Чехов тоже тут представлен, тоже читан, перечитан. У Чехова, как ты понимаешь, вообще очень много, да, всего связано с болезнями. Ну, я вообще говорил, что вот у нас Чехов, ну, поскольку там те, кто его много читали, если читать его начальные там рассказики, они такие хи-ха-ха, на самом деле, вот в моем личном понимании, он еще более депрессивный, чем там Достоевский или еще кто-то. То есть, если прочитать его какие-то другие, более поздние произведения, ну, я не знаю, у меня реально была депрессуха просто, когда я вот, ну, я почти всего Чехова перечитал, блин, жесть. Ну, как раз давай про Чехова. На примере Черного Монаха Мираб рассматривает, Черный Монах – это очень простое произведение, как раз ты говоришь, писульки, рассказики и так далее, но сфер глубокая. Человек-философ, кстати, тоже, литератор-философ, да, философ, по-моему, Коврин, там три действующих лица. Взрослый мужчина, который держит сад и постоянно заботится об этом саде, и вот дочь Татьяна, которая заботливая, молодая и так далее, и Коврин ее помнил еще молодую, а теперь отец хочет выдать за Коврин женить, замуж выдать, да, Коврин соглашается жениться, но при этом Коврин является вот философом, которому начинает, когда он гуляет в этом саду, у Чехова сад сверхсимволическое значение имеет, и про сад можно отдельно поговорить, но штука в том, что когда Коврин ходит в сад, ему мерещится черный монах, и он ведет диалоги с черным монахом, и по чуть-чуть так сходит с ума. Таня его пытается к жизни вернуть то молоком теплым отпаивать, то еще что-нибудь, но фактически все заняты, что есть личность Коврина, и фильм хотел сказать, произведение Чехова про личность Коврина, который, с одной стороны, безумен, с другой стороны, он в чистом виде, не может существовать его личность, его творчество, он вообще не может существовать без вот этой истории с психикой. И Мираб пишет про Чехова, что в этом рассказе мы имеем дело с примером человека, который умер в качестве личности, излечившись. Пока он был болен, болезнь была условием некой продуктивной и оригинальной работы его сознания и психики. Но на эту болезнь было оказано воздействие. Оно не оказалось невинным, воздействие это имеет в виду. Оно существенно изменило ход самой психической жизни. Изменило настолько, что человек выздоровел, а личность в нем умерла. Это к вопросу неделимости личности, это к вопросу безумия и составная часть гения. Мы с тобой можем вообще пойти чуть от обратного, еще попробовать с позиции чисто накидать, Много же людей таких, которых, не знаю, ну Ницше, да, он болел, и при этом мы его гениальность признаем. Там, не знаю, шутка ради, какая-нибудь Медлен Монро тоже с расстройствами была. В чем-то она гениальна. Бритни Спирс, да. Игры разума по математику, какому Нэш, да, который, по-моему, такой талантливый, который получил тоже там с отклонениями. Много таких кейсов. Врубеля, да, мы там любим, он у Бехтерева наблюдался в последние годы, там, как раз, поэтому, может, там, Ван Гог. То есть ты из любых категорий возьмешь людей, тебе встретится грань безумия и творческого гения, или, там, гений, и с какими-то отклонениями от норм. И что есть норма? Тут в этом-то основной вопрос, что может ли быть, если вопрос так поставить, может ли быть философски, что если мы считаем что-то отклонением, то это просто непонятая нами история? Может ли, что через их фриковость, несуразность, отклонение от какой-то социальной нормы, нам что-то, вообще, какая-то мысль идет, с которой мы просто пока не умеем работать? Наши передатчики, наши ретрансляторы понимают, что такое там норма в бытовом модели поведения человека. И если у него что-то психологическое отклонение, мы такие, о, нет, это там, болезнь, вот она диагностируется, вот она ставится врачами и так далее. То есть, цитата в дословности, безумие может быть разумной реакцией на непознаваемое, либо просто одним из состояний человеческого существования. Но мы так с тобой не признаем. И так не признает там наше окружение, наши, скорее всего, зрители. По поводу Коврина, соответственно, мы уже рассмотрели, что он просто по себе такой типаж яркий, и здесь как раз встает скорее вопрос, давай, ну, Чехова это глянем, да, в разных, ну, вот я уже три книжки подряд листаю, находя что-то, из самого Чехова, как Чехов писал до того, как экранизация была. Значит, ну, он беседует с монахом, да, и у монаха спрашивает, говорят же ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые и нормальные только заурядные стадные люди. То есть у Чехова есть понятие стадных людей. Мы говорим нормальные, а он говорит про стадные. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто ценит жизнь, кто цель жизни видит в настоящем, то есть в стадных людях. И дальше они уходят размышлять про то, что римляне, греки как воспринимали и так далее. Но в целом все беседы Коврина и его размышления, они глубоко философские. И то, что их философ берет у обычного писателя для интерпретации, для обоснования какой-то проблематики, это такой сильный аспект. Тот же Коврин продолжает, когда уже его лечили, вылечивали, он понимал, что с ним происходит преображение, вроде которые полезно. Он даже ушел от Татьяны к другой женщине, потом, правда, при смерти вспоминал именно Татьяну, он раздражался просто в моделях поведения на этого же отца, который в свое время его приютил и все время звал и дочку выдал и так далее. Ну, то есть такая как модель поведения человека, просто раздражительный какой-то больной человек. А на самом деле глубокие философские мысли. Человек, Коврин, соответственно, говорит, бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг. Это все в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр, даже счастлив и был интересен и оригинальный. Теперь я стал рассудительнее, солиднее, но зато такой, как все, я посредственно, мне скучно жить. О, как же жестоко поступили со мной. Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю, кому это мешало? Вот типичный такой эмоциональный порыв уже человек, который понял, что излечивается. Как режиссер, соответственно, выкручивает, показывая вот это безумие, теперь у нас есть книга, у нас есть философские рассуждения, у нас даже уже есть обзор про это все, но как у режиссера это представлено? Иван, снимая свой «Черный монах», играет постоянно разными атрибутами, и об этом много в книге. Если ты фильм будешь смотреть, уже прочитав книгу, то ты как раз видишь эти моменты очень сильно. Если нет, то скорее наше сознание мало что из этого. Шаги, стук, стук дождя, какие-то, как это, в поместье любые телодвижения, они такие все со скрипом какое-то что-то происходящее. То есть это постоянно нагнетание безумия. Поместье это вообще есть место безумия. Дальше, например, дым, они какую-то траву с Татьяной жгут там где-то в саду, старую, наверное. Это дым какой-то, туман, они разговаривают про облака, роль тумана, облака, занавески, тюль белая. То есть это все пространство такого опьяняющего сознания, тоже к безумию. И Алиса это все анализирует. И она уникальный просто, мне кажется, вообще кадр, потому что она тут же дает отсылку, что вы понимаете, что эта проблема в русской философии волновала много кого. Лотмана, Бердяева, Флоренского, Чадаева, да как она вообще это изучила, сплела воедино косами, красными нитями. И еще вставляет теперь свое рассуждение по поводу черного монаха, типа и фильма, который снят. Но суть простая, что и ее тезис, что излечившись от видения, ум притупляется, и жизнь становится обыденной. Мы вокруг этого все ходим, но элементы безумия и маниакальности у Чехова представлены везде, и в фильме тоже отображены. Например, владелец сада маниакально хочет проговорить про сад, и он постоянно все там, типа у него доходы идут с соседнего сада, но этот сад у него просто, он маниакально про это. Социально там общаться с монахом, ну не социально, а желание лечить, это социальный запрос у Татьяны, типа все же хотят, чтобы там, типа человек был здоров, и женщина заботливая, молодая, хочет, чтобы его муж был здоров. Это маниакальное желание вылечить. Уковрина у самого маниакальное желание общаться с монахом, потому что ему интересно, его тянет туда и так далее. То есть вообще все представлено маниакально, то есть безумие в пространстве, в поместье, безумие в головах людей, сад, ну о нем вообще можно отдельно говорить, мы просто не будем, но в целом, что означают тропы в саду, какие виды деревьев есть, что вот, например, яблони, груши, какой символизм, какие там еще, сад как накрошен сам, где располагается, что есть вот, например, тоже цитата из Чехова по поводу того, когда хозяин сада про сад говорит, он говорит, здесь очень много всякого и там, например, изысканных уродцев и много издевательств над природой здесь представлено. То есть, ну по разному можно один и тот же сад смотреть. Социальные ожидания от сада, например, как подстрижен, насколько гладко, какие участки сада, с озером, крайний, бескрайний, и в фильме все это можно передавать, и фильм чуть-чуть расходится от самого Чехова, в этом плане. В произведении одними образами описан, а в фильме он все-таки использует немного другие. Вот. Но все это вместе приводит к такому интересному, ну такому, как сону, культурному. Ну, нет, 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 к такому сну, такому, как будто ты явь и не явь между собой, дремота, все это перемешивается, общая картина вся. Еще сейчас мы смотрим во времена, когда качество изображения, вон у нас какое, да, тут представлено, а там фильм такой советский, конец Союза, и качество, которое сейчас современному человеку показать, будет вызывать вопросы. И все это вместе, это даже усиливает эффект от фильма. Поэтому, закругляясь, можно сказать, очень рекомендую прочитать Чехова само собой, Мастрид, как сказали бы, Мираба, притрагиваться и идти, если интересны. Он, вот знаешь, какими, он спиралями ходит вокруг какой-нибудь темы, ходит, ходит, углубляется на примере какого-нибудь фактологического материала, дает понимание, раскрывает там, не знаю, роль фрейдизма, например, или еще что-нибудь. Можно лекционную часть смотреть, можно прям книги отдельные читать и так далее. Ну и, конечно, то, с чего мы начинали, роль философа в кинорежиссеры, и посмотреть фильмы, на которые ссылается автор, и узнать тех же режиссеров, которые и нам известны, и нашим зрителям известны, совсем с другой стороны, или же, наоборот, убедиться, что там в том же Левиафании или в той же Нелюбви у Звягинцева очень много тех мыслей, которые мы с полету и сверху не смогли считать. Вот, поэтому, highly recommended, как говорится, да? Ну что ж, друзья мои, спасибо за то, что вы прослушали наш, как это сейчас модно говорить, подкаст, смотрите эти книжки, пишите ваши комментарии. Да, давай закончим, как всегда, цитатой автора и цитатой об авторе. Давай сначала, например, об авторе. Интересная история, нашел, во-первых, у нее почта открытая, если кто-то хочет написать, может найти ее почту в открытом доступе, в интернете, и написать, человек с радостью, я думаю, ответит. И его ученики пишут на форумах студенческих, в американских, разные отзывы, как с ней взаимодействовать, как с преподавателем. То есть, если мира преподаватель, то интересно узнать, автор этой книги, какой тоже как преподаватель. И вот один из отзывов. Она определенно увлечена философией, а также русской культурой и языком. Строго следует своей программе, не делая исключения ни для кого из учеников. Очень организован и всегда отвечает на электронные письма. Поэтому welcome, пишите. У меня есть еще пару ее, так сказать, статей. У нее есть еще одна книжка на английском про русскую философию. И она вообще считает, что должен был быть бум в философии российской, после вот этого кризиса начала 90-х. Но интереса, жалуется, что интереса мало и что финансирует мало. И говорит, что условно ты должен быть лингвист, словист, и философию все в одном вакууме, в одном флаконе изучать. А вот узких специальностей тебе гранты не дадут. И отсылается на это. И вот цитата про скорее переживания на этот счет у нее. Даже очень яркому ученому, пишущему диссертацию по этой теме, философия, видимо, придется совмещать философскую проблематику с литературной и лингвистической, чтобы оправдать свое решение о выборе бесполезной темы. Поэтому отсутствует преемственность специалистов, чьи научные интересы связаны с российской философией. А потому же невозможно строить систему преподавания и исследования российской философской мысли. Ощущается, что изучение России и ее культуры уже прошло свой зенит. И с сожалением об этом сообщает нам западный исследователь. Я боюсь, что сейчас уже деньги на исследование русской философии в Америке. Хрен кто даст. Ну ладно, что поделать, время такое. Друзья мои, до следующих встреч. На этой такой пессимистичной ноте мы закончим этот выпуск. Да, пусть будет выпуск «Фантастический реализм». Да, в жанре фантастического реализма. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин